Всем привет! Добро пожаловать в мой мир, мир домашнего кондитера. Сегодня мы приготовим с вами такие пельмешки, но они у нас необычные, они у нас сладкие, со сладкой начинкой. Интересно, как это сделать? Тогда начинаем! Ну что, чтобы сделать сладкие пельмешки, нам необходима начинка и тесто. Тесто мы делаем из пластичного шоколада. В этом видео я не буду это показывать, видео есть на моем канале, ссылочку оставлю в описании. Переходите, пожалуйста, смотрите. А покажу, как делать нашу сладкую начинку. И с нее мы сейчас и начнем. Итак, для того, чтобы нам сделать начинку в нашей пельмешке, нам сначала нужно испечь шоколадный бисквит. И затем измельчить его в крошку и уже перемешать с вареной сгущенкой и орешками. У меня это кешью, можете взять любые, можете вообще не добавлять. Под видео я напишу, сколько чего мне понадобилось в граммах, не переживайте. И мы начнем с того, что мы сделаем бисквит. Для бисквита нам понадобится яйцо, сахар, какао. Берите алкализованный, чтобы вкус бисквита, именно такой шоколадный вкус, был более ярким и насыщенным. Мука и совсем немного соли. И первым делом я смешиваю какао и муку. И тщательно перемешиваю венчиком. Я просеяла заранее и муку, и какао. Теперь мы разбиваем в миску яйцо. Насыпаем сахар и соль. И взбиваем все это миксером на высокой скорости до посветления и пышности. Масса должна стать у нас очень-очень пышной такой и достаточно плотной. Яйцо с сахаром и солью я взбила. Посмотрите, какая у меня получилась густая пышная масса. И теперь аккуратно сюда добавляем муку с какао и вымешиваем лопаткой. После того, как все комочки муки и какао у нас разошлись, наше тесто необходимо вылить в форму. У меня здесь кольцо диаметром 14 см. Я вниз положила хороший силиконизированный пергамент и обернула на два раза фольгой. Если нет такой формы, можете взять, например, формочки для кексов какие-нибудь. Можете взять форму, может быть, у вас есть меньше-больше. Но тогда у вас изменится время выпечки. То есть используйте ту форму, которая у вас есть в наличии. Тесто я перелила в форму. И теперь отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Печется бисквит достаточно быстро, я думаю, минут 15-20. Но я потом скажу вам, как уже он у меня приготовится, точное время, сколько он провел у меня в духовке. И, конечно же, готовность проверяем деревянной палочкой. Бисквит готов. Выпекался он у меня 17 минут. Вы смотрите по вашей духовке. То есть он постоял у меня минут 12, наверное. Я воткнула в него деревянную палочку, она была еще мокрая. Я еще его оставила. То есть ориентируйтесь на вашу духовку. Я его перевернула на решетку. Ему нужно дать остыть. То есть нам не нужно его убирать в пленку, чтобы у нас он созрел еще в холодильнике. Этого не требуется. Главное, чтобы он немного остыл. Потом мы его поломаем, измельчим и уже будем смешивать со сгущенкой. После того, как наш бисквит остыл, ломаем его на кусочки, складываем их в блендер с S-образным ножом и измельчаем в мелкую крошку. И пересыпаем потом в какую-нибудь удобную миску. Итак, нашу начинку сладкую для пельмешек я сделала. Посмотрите, какой она консистенции. Не крошится такая мягкая. Орешки я порубила ножом, перемешала со сгущенкой и теперь будем лепить наши пельмешки. И теперь я беру наше тесто, доску, скалку, вырубку. У меня диаметр 5 сантиметров. И начинаю раскатывать пласт и вырезать из него кружочки. Раскатал я наше тесто толщиной где-то пару миллиметров. И теперь мы вырубаем кружочки. Теперь кладем на каждый кружочек нашу начинку и заворачиваем. Ну что ж, мои пельмешки готовы. Вырубала я, как уже сказала, вот у меня есть вырубка 5 сантиметров, но я потом взяла 6. Вот даже с вырубкой 6, вот они, мне понравилось больше. У них прям такой размер, как настоящие. И само тесто я потом стала раскатывать еще тоньше. То есть где-то миллиметр, наверное, у меня был. И мне, опять же, понравилось больше. Вот видите, здесь у меня тесто тоньше. Даже чуть-чуть видно, как просвечивает наша начинка. В общем, раскатывайте тесто как можно тоньше. Только смотрите, естественно, чтобы оно у вас не рвалось. И я считаю, что лучше пельмешки делать диаметром 6 сантиметров. И у меня остался еще наш фарш. Не вся начинка ушла, его можно скушать просто так. У меня получилось 7 пельмешек диаметром 5 сантиметров. И 4 пельмешка диаметром 6 сантиметров. Вот такая красота. Давайте мы сейчас один с вами разрежем и посмотрим, что внутри. Ну вот, посмотрите. Тесто и начинка с орешками. Выглядит очень даже правдоподобно и реалистично. Такими пельмешками вы сможете порадовать ваших любимых мужчин. В грядущие праздники. Я думаю, что им это очень понравится. А я надеюсь, что мое видео вам понравилось большое. Спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok